Что вы думаете об этой затяжной войне, этой войне на истощение, которой, по-видимому, привержена Россия? И в чем же заключается значение этого потенциального контрнаступления, о котором сообщают западные средства массовой информации в ближайшее время? Весна уже не за горами, если не прямо здесь. Именно об этом мы и слышим в основных средствах массовой информации. Так что просто расскажите о своей реакции на эти две вещи, если между ними есть какая-то связь. Конечно же, так оно и есть. Я думаю, мы должны понять, как мы пришли к тому, к чему пришли. Первые лица России вовсе не планировали вести длительную войну на истощение. Они планировали вести короткую войну, вызывающую своего рода шок и благоговейный трепет, которая была направлена на то, чтобы усадить украинцев за стол переговоров. И она увенчалась успехом. Мне очень нравится, когда русские терпят неудачу, причем на раннем этапе. Нет, на самом деле их цель состояла в том, чтобы усадить украинцев за стол переговоров, и им это удалось. У них был жизнеспособный мирный договор, который можно было бы подписать, но Соединенные Штаты и НАТО помешали этому. Но русские добились того, чего хотели, но я не думаю, что они когда-либо предполагали, что Соединенные Штаты и НАТО скажут. Нет, 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 мы хотим вести долгую войну. И это застало Россию врасплох. Так что затем они перешли ко второму этапу, который состоял в том, чтобы по сути дела вернуть себе Донбасс. Донецк и Луганск были в значительной степени захвачены. Ты же знаешь, что в Донецке у них было 30% территории, необходимой для захвата остальной части, и поэтому они начали эту войну, которая по определению стала войной на позиционное истощение, потому что фронт на Донецком направлении в основном определялся семью годами глубоких укреплений украинцев. И поэтому русским нужно было разгромить эту оборону. И для этого ты должен был сделать это таким образом, потому что помни, что у России было всего 200 военнослужащих. И эти 200 военнослужащих были разбросаны по всему фронту протяженностью более тысячи километров. Так вот, они сильно проредили свои войска. Они направили большую часть своей огневой мощи на Донбасс, потому что все, чего они хотели, это освободить Донбасс и положить конец войне. Именно этого они и добивались, исходя из мирного соглашения, о котором они говорили. Мы просто хотим вернуть Донбасс. А теперь Украина заявила, нет, ты этого не получишь. Сказали они, мы возьмем это на себя. Так вот, они начали эту войну, но в то время они не проводили мобилизацию, потому что, помните, эта специальная военная операция не должна была быть длительным конфликтом. Предполагалось, что она должна была закончиться к 1 апреля. Худшие первоапрельские шутки для Путина. Сейчас ему предстоит долгая война, но он не смог политически мобилизоваться, потому что эта война не была популярной. Вот еще одна вещь, которую люди не понимают, это то, насколько непопулярной была эта война в России. Я помню, как Путин произнес свою речь 21-22 февраля перед вторжением об истории, об исторических корнях между этими двумя странами. И я помню, как все антипутинские люди закатывали глаза, говоря, что это всего лишь российская пропаганда. Что значит, ты любишь украинцев? Ты не любишь украинцев. Ты не смог бы полюбить украинцев. Россия любит Украину, любит украинцев. Они не хотят их убивать. Они не хотят быть замешанными в этом деле. И поэтому многие русские говорят, мы не слишком уверены, что мы в восторге от этой войны. И поэтому он не смог мобилизоваться. Еще одна причина, по которой он не смог мобилизоваться, заключается в санкциях. Санкции были введены с целью, как мы теперь знаем, добиться смены режима, а это означает, что они хотят вызвать беспорядки в России, чтобы заставить людей восстать в момент московского Майдана. Повторив то, что произошло в феврале 2014 года, отстранить Путина от власти и так далее. И Путин собирается уходить. Я не думаю, что это произойдет, но мы не хотим искушать судьбу. У нас есть такие санкции, что по прогнозам моих советников, российская экономика сократится на 2025%. Это означает значительное затягивание поясов. Так что последнее, что мне нужно сделать, это еще больше усилить мобилизацию. Так что мы будем использовать те ресурсы, которые у нас есть, и будем сражаться в этой войне. Но теперь нам придется изменить нашу тактику, потому что мы не можем понести потери. Так что вот что мы собираемся сделать. Мы просто уничтожим украинцев и применим артиллерию. Мы собираемся разнести их в дребезги. Мы собираемся войти в город. Это будет очень медленная операция шлифования. Они так и сделали, и добились очень большого успеха. Они выигрывали войну. Ты знаешь, если ты посмотришь на то место, где в июне находились украинские военные, то увидишь, что эти военные были уничтожены. Они были уничтожены полностью. Единственное, что поддерживало ее жизнеспособность, это укол в руку стоимостью 45 миллиардов долларов в виде нового ленд-лиза, который внезапно привел в действие тяжелую технику, танки, артиллерию. Все работы были начаты, и украинцы смогли восстановить жизнеспособную военную силу, которую они затем использовали для контратаки против чрезмерно растянутой армии. Расположение российских войск в районе Кардикова и Керзена. И им это удалось. Так оно и случилось. Так что теперь русские сталкиваются с реальностью того, что им предстоит война, которая будет вестись не только ради завоевания Донбасса. Теперь это война за сохранение тех завоеваний, которые у них есть. Вот они и мобилизуются. Они мобилизуются, и одна из причин, по которой они мобилизуются, заключается в том, что экономические расчеты оказались неверными. Похоже, что российская экономика вместо того, чтобы сократиться на 25%, сократилась на 2% и, как ожидается, действительно вырастет в следующем году. Помните, что она растет в военное время из-за санкций. Так что Путин идет вперед, дела в экономике идут хорошо. Народ. Одной из самых больших ошибок, которые они совершили, была контратака, потому что теперь русский народ проснулся и сказал «Вау, вау, 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 вау». Так что это больше не война между Россией и Украиной. Это война между Россией и коллективным Западом, использующим силы Украины, а в командовании Украины находится кучка нацистов. Так что теперь Россия вышла за рамки дозволенного. Так что мы мобилизовались, и они это сделали. Так что теперь у нас есть протяженная линия фронта, на которой русские собираются использовать тактику позиционной войны на истощение. Они собираются избежать неоправданной гибели людей в ходе смелых маневров общего патентного типа. Они будут молоть, 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 и у них все получится. В этом нет ничего драматичного. В Бахмуте не происходит ничего драматичного. Это просто тяжелая рутинная работа. Это откровенное, близкое, болезненное, кровавое насилие. Но дело в том, что русские побеждают, и они побеждают повсюду на линии фронта. Теперь люди скажут, а как же украинская контратака? Во-первых, чем они собираются контратаковать? Пойми же, что они направили основную часть своих сил в район Бахмута. В других местах у них слабая оборона, и они испытывают давление по ту сторону линии соприкосновения. Бахмут — это не единственное наступление, которое происходит в настоящее время. Наступательные действия происходят повсюду, и украинцы находятся в состоянии стресса. Так что если им удастся собрать резервы, то эти резервы не удастся сдержать. Они будут изо всех сил стараться заткнуть бреши здесь, там и везде. Особенно если Россия прорвется в Баку, и у вас будет эта оборонительная линия, которая внезапно взорвется, и русские хлынут туда, будут угрожать Хроматорусу, Ливанске и другим. И они создадут единое целое. Тебе предстоит пройти, может быть, 150-силометровый рубеж, а затем раздуть его на воздушном шаре до 80-силометрового рубежа. У России есть войска, необходимые для создания этого рубежа. Украина делает это сама, а это значит, что русские собираются раздуть его еще больше. К тому же русские больше не охраняют 5-километровую линию фронта силами 200 человек. Теперь все вокруг защищается в соответствии с доктриной, с использованием соответствующей структуры вооруженных сил, укрепленных в глубину при огневой поддержке артиллерии. Так что давайте предположим, что украинцы смогли собрать жизнеспособные силы для контратаки. И поверьте мне, прямо сейчас Лой Тостин находится в немецком городе Римштайн, где украинская контактная группа пытается добиться именно этого. Так что давайте предположим, что у них это получится. Гипотетически говоря, им наберется 40 человек, и они будут их тренировать. Это будет не карка сентября 2022 года, когда если ты прорвешься через русские линии, эти тонко удерживаемые линии, между тобой и следующими русскими войсками не будет ничего, кроме 20 километров пустого пространства. Сейчас все работает совсем по-другому. Тебе придется столкнуться с оборонительной линией, которая удерживается доктринально, а это значит, что у них там достаточно ресурсов. И даже если ты прорвешься, а это скорее всего не так, даже если ты прорвешься, там будет вторая линия обороны, которая остановит тебя. А теперь ты застрял в зоне поражения, и вот-вот сюда войдет артиллерия и убьет тебя. Предположим, что ты прорвешься через вторую стену. Там есть третья линия обороны, и на этот раз они собираются ударить по твоим контратакующим силам. Украинцы ни за что не устоят. Сейчас зимнее время. Возьми снежок, брось его в ад и скажи мне, как долго по-твоему этот снежок продержится. Вот почему они называют это шансом «снежка в аду». Именно это и есть то, что есть у украинцев, когда дело доходит до начала реальной контратаки против русских. У них нет ни малейшего шанса. Люди говорят, что у них даже нет шансов, что это может стать решающим моментом битвы. Нет, немцы действительно разорвали союз во время битвы за Орденский выступ. Именно поэтому они и устроили такой большой выпуклый выступ. Если ты сошел с ума, то даже не собирайся этого делать. Они не собираются прорывать русские линии обороны. Они просто умрут. И потом, несмотря на все это, мы должны иметь в виду, что несмотря ни на что, этим летом у них закончатся боеприпасы. Мы знаем, что Джон Столенберг сказал об этом так, что НАТО говорит, что мы не можем их пополнить. Немцы не могут подкупить свою собственную оборонную промышленность, чтобы она выпускала 250 патронов в месяц. Они говорят, что мы не можем себе этого позволить. Так что у Украины заканчиваются боеприпасы. А в войне, которая определяется артиллерией, а у тебя заканчиваются артиллерийские боеприпасы, ты проиграл войну. Именно на этом этапе мы и находимся прямо сейчас. Да, похоже, что этот момент часто звучит именно так, как об этом говорят. Я видел, как Нью-Йорк Таймс и другие ведущие западные средства массовой информации обсуждали эту проблему, проблему оружия. Но, как правило, они говорят об этом тогда, когда им это удобно, не обязательно в контексте чего-то подобного потенциальному весеннему наступлению на Украину. Но, кроме того, у вас также есть сообщения об отсутствии у России достаточных возможностей. Как мы уже видели, в западных средствах массовой информации говорится о том, что у русских недостаточно оружия, поэтому они сражаются лопатами. А как же быть с тем, чтобы закрыть этот вопрос о контрнаступлении Украины? Например, каковы у нас перспективы? Еще ты сказал, что у Украины нет никаких шансов дождаться успешного весеннего наступления. А что же тогда будет дальше? Например, что будет делать Россия, если они попытаются это сделать? Например, что они собираются делать, если просто будут продолжать идти тем же курсом? Или тебе кажется, что ситуация в России может ускориться? И насколько я понимаю, частичная мобилизация в России вообще вышла на линию фронта. Насколько я понимаю, на самом деле этого не произошло. Может быть, я и ошибаюсь. Каково твое мнение? По данным русских, около 80 человек из более чем 300 мобилизованных были идентифицированы как люди, недавно получившие соответствующий военный опыт. Может быть, они вышли на свободу 2-3 года назад, так что поняли, в какую сторону идти дальше. Им не нужно было проходить переподготовку по вопросу о том, какая у вас военная левая сторона, а какая правая. И вот они пришли сюда, прошли краткий курс повышения квалификации, а затем их отправили на работу, в качестве своего рода индивидуальной замены. Их пригласили сюда для того, чтобы заполнить пробелы в подразделениях, расширить возможности подразделений и все такое прочее. Именно таким образом русские, которых ты знаешь, в основном укрепили свои оборонительные рубежи. Остальные из них проходят специальную подготовку. Часть этой специальной подготовки была посвящена артиллерийскому делу. Если ты помнишь, некоторое время назад снаряд «Хаймарс» попал в здание школы недалеко от линии фронта, в результате чего погибло несколько недавно мобилизованных людей. Все они были артиллеристами, только что окончившими Казанское учебное училище, и они пришли сюда, и они, знаете ли, были убиты, но они собирались спуститься вниз. А затем их собирались распределить по артиллерийским подразделениям. Так вот в чем дело. И я думаю, ты уже видел, что другие подразделения завершили свою подготовку и были размещены на севере, в районе Белгората, в районе Перска. Но многие подразделения все еще завершают свою подготовку. Ты постоянно видишь сообщения Министерства обороны России, в которых говорится, что в западном военном округе российские войска проходят последние этапы общевойсковой подготовки. Но ты знаешь тренировки, на которых они учатся сражаться без пехоты при артиллерийской поддержке и все такое прочее. Сейчас я смотрю на то, что происходит. Примерно так же они тренировались бы, если бы собирались перейти в наступление. Так что мне кажется, что определенное количество подразделений проходит специализированную наступательную подготовку, а затем они вступят в бой. Сейчас, во время войны, ваши военные ребята подобны элитным спортсменам, особенно хорошо подготовленным людям. Я не собираюсь утверждать, что они могут бегать в десятиборье, как Брюс Дженнер. Я мог бы дать там ссылку, чтобы указать свой возраст. Махоунс, они не могут бегать так, как Махоунс, но они могут вести войну. И к тому же ты тренируешься до определенного уровня мастерства точно так же, как настоящий спортсмен. Ты хочешь тренировать спортсмена так же, как боксера. Ты хочешь достичь пика своей подготовки буквально за день до боя, чтобы быть на максимуме своих возможностей. Чего ты не хочешь делать, так это тренироваться, 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 а потом рейс задерживают на месяц. И что же теперь? Ты скоро растолстеешь, станешь ленивым, потеряешь свою победу, ты не выиграешь этот бой. Так вот, русские наращивают эти войска, эти возможности и собираются продвигать их вперед. И я думаю, что очень важно правильно выбрать время для этого. Я имею в виду, я думаю, что некоторые из них действительно сдерживаются и говорят, хорошо, немного замедлите тренировку. Повторите упражнения на второй неделе, но немного более интенсивно. Тебе просто нужно выиграть здесь немного времени, потому что ты же не хочешь отправлять их домой в отпуск, потому что потом они вернутся и будут готовы к бою. Так вот, значит, они собираются драться. И они рассчитывают именно на это время. И еще есть пара вещей, о которых я уверен, мы обязательно поговорим, а именно о том, что будет происходить с китайским мирным планом. Я думаю, что именно это является одним из факторов, влияющих на все происходящее. Но эти подразделения еще не были введены в эксплуатацию. Так что потенциал российских войск составляет буквально 200 человек, плюс полностью экипированные, полностью обученные, обладающие чем-то большим, чем просто лопатами, которые готовы выйти на поле боя. В Украине нет ничего подобного, вообще ничего подобного. У них там может быть 4050 парней, проходящих подготовку по всему Западу. Но как я уже сказал, когда они прибудут сюда, им придется участвовать в боевых действиях за копейки. У русских есть совместная оперативная группа с белорусами к северу от Киева. Украина должна обратить на это внимание. На Восточном фронте есть элитные бронетанковые подразделения, которые можно было бы использовать, но они находятся на севере, обеспечивая прикрытие. Потому что вы не можете оставить Киев беззащитным, учитывая потенциальную возможность совместного российско-белорусского наступления там. Так вот, у украинцев нет никаких войск. У русских есть очень много такого, чего они еще не ввели в бой. И я думаю, что ты получишь преимущество от России по всем направлениям.